Все для того, чтобы в городе было удобно и комфортно жить. В Самаре планируют создать платные парковки. Большая их часть появится в центре. Скоро откроется Фрунденский мост и резко возрастет автомобильный трафик. Платные парковки, как способ разгрузить улицы, мировая практика. Это позволяет сократить поток частных автомобилей и повысить популярность общественного транспорта. Итог – город, который не задыхается в пробках. Город достаточно серьезные трудности испытывает в части того, что у нас очень большое количество автомобилей, особенно в исторической части города. Поэтому городу это нужно для того, чтобы снизить нагрузку на уличную дорожную сеть, повысить привлекательность общественного транспорта. На обустройство платных парковок не будут тратить бюджетные деньги. Городские власти планируют по результатам торгов найти консессионера, частную компанию. В качестве компенсации последняя в течение нескольких лет будет получать доход от парковок. Но часть его будут направлять в городскую казну. Эти деньги потратят на развитие общественного транспорта. Предварительный перечень улиц уже сформирован. Специальная комиссия будет дорабатывать этот проект, адаптируя его городским реалиям. Если в дальнейшем она примет решение о том, что на той или иной улице платная парковка все же нецелесообразна, ее удалят из утвержденного перечня. Здесь будут учитывать еще и наличие массовой застройки, внутриквартальную инфраструктуру, планы на комплексный ремонт дорог, наличие социальных учреждений поблизости. Мы сегодня решили по основным улицам, где будут предусматриваться парковки. Но детально, как я уже сегодня говорил, это больницы, школы. Будем отдельно дорабатывать. И все вопросы, которые будут возникать в рамках рабочих совещаний, изменения однозначно будут вноситься. Также особое внимание обратят на места для инвалидов, чтобы они не простаивали, пока другие парковки заняты. По предварительным подсчетам, парковка будет стоить от 30 до 40 рублей в час для легковых автомобилей и до 80 рублей для грузовых. Позже цену могут скорректировать, чтобы она была более доступной для жителей города. Ожидается, что такие парковки будут бесплатными с 8 вечера до 8 утра, а также первые 15 минут стоянки. Будет рассмотрена возможность внедрения абонементов, а также резидентных разрешений, чтобы человек, живущий в конкретном месте, мог пользоваться правом парковки на льготных условиях. Эти нюансы еще обсуждаются экспертами. Самарские водители говорят, инициатива своевременная. В принципе, идея нормальная, и те, кто в основном в центре города обитают, понимают, что там с парковками, ну, так скажем, очень печально. Если мне час там постоять, 30 рублей, мне не жалко заплатить. Зачем мне 2 тысячи платить за то, что меня, например, там отвезут на эвакуаторе, а то и 3 тысячи. Если они будут, они будут платные, соответственно, будут какие-то места, и если это будет по разумной цене, я только за. Цены планируется сделать одними из самых низких по сравнению с другими городами-миллионниками, где эта модель уже работает. Казань, Нижний Новгород, Москва. Вместе с тем и бесплатные парковочные места останутся, в том числе и в центральной части Самары. Андрей Горгуленко, Семен Безгинов, Константин Головин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok